добрый вечер очень рад всех видеть не всех правда у некоторых темное окошко вот тут есть и заставки в виде храма замечательно просто нас с вами сегодня не больше не меньше как 21 занятия и мы постараемся с вами его провести продуктивно как всегда с молитвой начнем с молитвы хотя бы в сердце чтобы нам был успех в этом трудном непростом деле в изучении постижения нашей традиции тем более что мы сегодня хотели с вами начать книги зоор я постараюсь рассказать о ней в общем как-то привести какие-то примеры давайте пожалуй с этого и начнем а дальше у нас целый перед дальше перед нами целая эпоха амараев с ее проблемами совершенно отличными от тех которые были в эпоху танаев вот если мы представим с вами себе книгу зоор представим себе раби шимон бар юхая который сидит 13 лет в пещере со своим сыном и работает над эзотерической частью торы чем она чем она отличается от талмуда можно сказать всем но это наверное как то мало прозвучит лучше всего представить себе на примерах вот если мы с вами попытаемся в сравнении говорить о книге зоор да во первых наверное надо сказать что зоор это свет свечения и указывает на определенный уровень понимания торы есть такой свет есть такой свет есть зоор есть свечения может быть можно говорить о самом высоком понимании уровня торы теперь вот если мы возьмем с вами сравнение то мидраж нам говорит что торы начинается с буквы бет для того чтобы мы не заглядывали в те области которые были до начала и не говорили о том что было до начала нас берешит первая буква бет и она как бы если вы ее представить ее начертание она нам указывает направление как бы читать справа налево но не слева направо забираясь куда-то в те области которые были добры решит до творения это рекомендация мидраж раба да а книга книга зоор как раз сразу начинается с вопроса а что же было до творение что же было до творения и рассказывает о том что до творения все буквы стояли в круг и всевышний выбирал из какой из них начать тору мы помним с вами представляем себе что начало это главная идея эта цель ради которой сотворен мир и и перебрав все буквы всевышний останавливается на букве бет который мы с вами и видим начале слова берешит почему же он останавливается на буквы на букве бет потому что с нее начинается слово браха благословение и мы можем представить себе что мир сотворен ради благословения по книге по книге зоор и благословение это раскрытие сил человека добавление ему сил то есть мы представляем что всевышний сотворил человека и дал ему силы делать самому творить самому быть соучастником творения естественно раби жимон бар юхай не раскрывает все так напрямую нужно догадываться как-то представлять себе самому есть не в главе не в главе ноах скажем если мы заглянем туда то там рассказывается о будущем времени и как всегда через прошлое через главу торы книга зоор смотрит вперед она говорит о том что в мире будет еще один потоп но не топот но не тот потоп который не был для того чтобы уничтожить мир а тот потоп о котором говорит пророк и римьягу и говорит пророк и шаягу что полна вся земля водами как полна вся земля знанием бога как море полно водами и та проблема которая скажем связана с книгой зоор она действительно пытается заглянуть вперед и даже называет какие-то сроки и даты изменения изменения мира и вот главе новых она говорит о том что потоп ожидается пять тысяч шестьсотом году от сотворения мира 5600 год от сотворения мира он соответствует 1840 году и этот 1840 год очень ждали в еврейском мире никаких таких принципиальных событий не произошло однако понятно что все же книга зоор оказалась права потому что начиная с 1840 года в мире начали происходить принципиальные изменения начали раскрываться новые знания начался процесс который привел к освобождению еврейского народа и к собиранию рассеянных в земле израиля по крайней мере сегодня это можно так увидеть можно подчеркнуть еще одну особенность книги зоор она отличается она отличается максимализмом например в г в главе пенхаз есть соотношение с тем что говорится в тем что говорится в трактате проход трактайте проход на 7 листе разбирается проблема почему есть праведник, и ему плохо, почему есть злодей, и ему хорошо, и говорится, что праведник, и ему плохо, это неполный праведник, а злодей, и ему хорошо, это неполный злодей, что значит неполный праведник, у него есть недостатки, и Всевышний, как бы в этом мире расплачивается с ним за его недостатки, для того, чтобы устранить их, искупить их страданиями, для того, чтобы праведник вошел в будущий мир совершенным. А злодей, что значит неполный злодей, у него есть хорошие дела, и Всевышний платит ему за эти дела в этом мире, для того, чтобы в том мире с него полностью спросить за его плохие дела. Это посылка на седьмом листе трактата Брахот. Открывая главу Пенхатс в книге Зоор, мы можем представить себе, что задается такой вопрос. Что такое неполный праведник, спрашивает книга Зоор. Неполный праведник – это злодей. И мы здесь видим совершенно другой взгляд на вещи, что если Гемара, Талмуд видит человека, у которого больше хороших дел, она видит его как праведник, то книга Зоор отказывается от такого взгляда на вещи и говорит так. Как говорит, да, у человека есть множество хороших дел. Это значит, что он способен не исполнять хорошие дела, делать хорошие дела. Почему же он не идет до конца? Почему же он себя не исправляет тогда с таким потенциалом, и у него есть недостатки? Он говорит, это же полный злодей. И смотрит на вещи совершенно по-другому, прибегая к понятию гелгульный фашот, скажем, переселение душ, и понятие весьма проблематичное, но которое в книге Зоор появляется несколько раз. Что такое полный праведник? Полный праведник – это тот, кто прошел, как бы, как мы сказали по-русски, все свои перевоплощения прошел замечательно и прекрасно. А неполный праведник – тот, кто в предыдущем своем перевоплощении наделал ошибки, а в этом перевоплощении поднялся на более высокую ступень. То есть мы видим совершенно какой-то другой пласт разговора, другой пласт понятий. Мы можем представить себе еще одну особенность книги Зоор, что она во всем, во всем тексте, во всем тексте Торы, она, весь текст Торы, она воспринимает как заповедь. И спрашивает, что в введении в Зоор спрашивается, что такое берешит? Берешит – это первая заповедь. Какая же первая заповедь? Это трепет перед Всевышним. Трепет перед Всевышним. И мы можем тут сравнить, как мы с вами говорили, приводили пример, можем сравнить с Рамбамом, что Рамбам говорит, что первая заповедь – это верить, а Зоор говорит, что первая заповедь – это трепет. И мы можем представить себе, действительно, как можно трепетать перед тем, кого ты не знаешь. Наверное, все-таки вера, наверное, все-таки знание, познание Всевышнего, изучение Торы, как-то оно должно быть предшествовать вот этому трепету. Но мы сразу понимаем, опять же, максимализм книги Зоор. Для книги Зоор трепет перед Всевышним. Он возникает от прямого, непосредственно, ощущения Всевышнего. И книга Зоор считает, что это свойственно для человеческой души, такой трепет, и он предшествует всему. Ну вот, может быть, так можно как-то соприкоснуться, представить себе немного книгу Зоор. Конечно, она требует изучения, и у нее очень мало слов, которые имеют простой смысл. Ну, можно представить, да, просто не... Это как бы должна быть отдельная тема, вот, и я как-то не планировал посвящать ей все занятия, поэтому, наверное, мы с вами двинемся дальше, да. Вот, и постепенно, может быть, как-то еще сможем вернуться к этой теме. Для того же нам двинуться дальше, нам нужно открыть с вами схему Амараев, да. Вот она, по-моему, перед вами, мне кажется, что вы ее должны видеть, да. И мы здесь только для того, чтобы попрощаться с Рабьей Уда Анаси, мы остановимся на нем чуть-чуть, совсем немного, и даже с Рабьей Ашуа бен Леви, и двинемся с вами, двинемся с вами дальше. Да, мы с вами видим, что Рабь Иуда Анаси живет в Бейта-Шаарим, а потом в Цепоре, оба этих города находятся в Галилее, на севере, не в Иуде. Мы здесь с вами справа видим даты правления императора, да. И Рабьей Уда Анаси, его время приходится на время правления Антонио Пия и Марка Аврелия, с которыми он поддерживает отношения, и благодаря этим отношениям создается возможность записи Мишны. Ученики Рабьей Уда Анаси – это Рабьей Ханан бен Набха, мы видим его среди Амараев земли Израиля, и он как бы занимает здесь центральное место. А среди Амараев Бабеля мы видим с вами Раба и Шмуэля. Рабь, он также ученик Рабьи Уда Анаси, хотя он уроженец Бабеля, он пришел к Рабьи Уда Анаси учиться, и учился в то же время, когда у него учился Рабь Юханан. И Рабь был близок к Рабьи Уда Анаси, был вхож в его дом, но отправился в Вавилон, в Бабель, или в Персию, как мы с вами говорим, и там встретил мудреца, великого мудреца Шмуэля. И для того, чтобы как бы не отнимать у него пальму первенства, Рабь создал свою ешиву в Сури, в то время как Шмуэль находился в Наордее. Наордея – это самое такое древнее еврейское место в Персии. Там обосновались еще изгнанники, которые были приведены в Вавилон до разрушения храма вместе с царем Яхонией. А в Сури Ешива, которую создал Раб, она пользовалась огромной популярностью, и там собиралось до 1200 человек, сидели и учили постоянно Тору. И к Рабу приходили ученики, которые потом уходили домой. Это не всегда были ученики, были иногда очень крупные авторитеты. И они собирались для того, чтобы обсудить вопросы Торы. Собирались они два раза в год. Собирались после месяца Тишрей и после месяца Ниссан, когда, скажем, в земледелии наступал такой некоторый перерыв, затирщие. И Раб очень бережно относился к своим ученикам, хотел, чтобы у них был заработок, достаток, и просил их не приходить к нему в период жатвы и в период засева земли. У Раба была задача распространить Тору среди населения Бавеля, где были люди совершенно неграмотные. И с Раба начинается такой переломный момент, может быть, не только среди евреев Персия, евреев Бавеля, но и вообще, в принципе, Тора получает такое широкое распространение среди людей, не только среди мудрецов, а среди еврейского населения, начиная с Раба. Раби Ханан вен-Набха, он живет в Тверии, как мы сказали, учился у Раби Уда Анаси, но в основное время, скажем, его жизни – это Раби Уда Анаси. Он Раби Уда Анаси, продолжатель дела Раби Уда Анаси. Он уже не пользуется таким влиянием, такой силой, как Раби Уда Анаси. Однако институт такого князя, который поддерживает отношения с римской администрацией, он еще остается и обладает довольно такой значительной силой. Наша задача – представить себе, представить себе, какими вопросами занимались Раби Уханан, Раф и Шмуэль. И мы здесь с вами можем честно и откровенно сказать, что основной вопрос – это проживание в земле Израиля или за ее пределами. Мы понимаем, что вопрос очень существенный. Мы понимаем, что в земле Израиля сначала это преследование, преследование, которое продолжается 25 лет примерно после восстания Баркохбы, тяжелейшие условия. Затем уже во II веке и в III веке, когда живет Раби Уханан бен Набха, начинается сильное давление христиан и условия и римской власти, и христиан, и условия для изучения Торы в земле Израиля не такие благоприятные, как в Бавеле, как в Персии. И тем не менее Раби Уханан бен Набха остается в Израиле, в отличие от Раба, который предпочитает поселиться в Персии. Кстати, он родился там, в Бавеле, и пришел к Раби Уханану, и однако ушел в Бавель. Раби Уханан бен Набха, мы видим его, встречаем его в Бархот, и он спрашивает, и спрашивает, неужели есть долгожители в Бавеле, неужели есть долгожители в Бавилоне, чем они живут? То есть у Раби Уханана восприятие земли Израиля, как земли живой, которая дает силы, и за пределами земли Израиля трудно представить себе, как люди вообще черпают, черпают жизненную силу. Так Раби Уханан бен Набха с этим вопросом и остался, и хотя ему и разъясняли, что в Бавеле также есть синагоги, и люди приходят там молиться, для него это было удивительно, было загадкой, как могут быть долгожители в Бавеле. Так что это как бы основной вопрос, основное противостояние между Рабом и Шмуэлем и Раби Ухананом бен Набха, где жить, где должен находиться мудрец Тори. Это противостояние получает как бы крайние такие формы во время Раб-Яуда, ученика Раба и Шмуэля, которые учатся у них обоих. И на 112 листе трактата Ктубот рассказывается, что Раби Зейра учился у Раб-Яуда. Мы еще вернемся к Рабу и Шмуэлю, но представим себе Раби Зейра и Раб-Яуда. Раби Зейра учился у Раб-Яуда, жил в Бавеле, и в какой-то момент он решил перейти в землю Израиля. Он ничего не сказал своему учителю, потому что учитель был категорически против. И Раби Зейра ушел, не прощаясь с Раб-Яуда. Раб-Яуда настаивал на том, что уходить из Бавеля нельзя, так же, как нельзя уходить из земли Израиля, нельзя уходить из Бавеля. Это мнение Раб-Яуды, оно несколько непонятно. Непонятно, что такое Бавель, непонятно, к какому периоду это относится, где те границы, где предлагал Раб-Яуда жить, какова причина того, что он сказал, что нельзя уходить из Бавеля, потому что там лучшие условия для изучения Торы, может быть. Это как раз тот случай, когда это мнение следовало бы отложить и отодвинуть из-за его непонятности. тем более, что его ученик Раби Зейра не считал это мнение учителя обязательным, встал и ушел к Раби Ханану. К сожалению, есть в наше время авторитеты, которые говорят, что это распространяется, мнение Раб-Яуда распространяется и на наше время, что человек не должен уходить из той страны, где есть благоприятные, где благоприятные условия для изучения Торы. И знал я такое мнение относительно Германии, как бы там очень благоприятные условия для изучения Торы. Это совершенно абсурдно. Это пример того, как, скажем, псика, то, что называется постановление, постановление Галахи, исходя из свара, из соображений, из того, что берется какое-то мнение в Талмуде, и оно не совсем, оно не совсем непонятно, и вдруг оно без всяких оснований, вопреки всем, как бы, всем посылкам и всем посылкам Торы, расширяется до такой вот совершенно, как бы, невозможности, я бы сказал, вместо Бавеля берется, Бавель берется как пример страны, где удобно изучать Тору, и расширяется это на все страны, где удобно учить Тору. Несмотря на то, что раби Зейра ушел от раб Иуды, нет никакого основания предполагать, что Галаха на все времена может быть по раб Иуде. Раби Зейра пришел к рабию Ханану, и про него говорится, что он постился сто постов для того, чтобы забыть ту, те методы изучения Торы, которые изучали, изучали в Бавеле у раб Иуды. То есть он как бы придерживался такого мнения, что за пределами земли Израиля там и как бы и подход к изучению Торы он совершенно иной. Раби Ханан он как бы сам был живым примером того, что в земле Израиля Тора обладает изучение Тора обладает своими особенностями, которых нет и не может быть в другом месте. Что же это за особенность? Это живое ощущение святости земли, ее влияние на человека, и мы представляем себе легко, что разум человека, он связан с его чувствами, с его ощущением, и как бы они работают вместе, живое ощущение земли, оно помогает человеку продвинуться в Торе. В трактате Брахот рассказывается о том, как Раби Ханан и его ученики выходили в сад Генасар для такой, скажем, легендарный сад, который находится около озера Кенерет, для того, чтобы есть плоды, для того, чтобы есть плоды земли Израиля. И здесь мы можем представить себе, сейчас я попробую открыть еще еще один Ковенс. Одну секунду. Да, вот, и нам говорится, что рассказывается, что Раби Ханан умел раскрывать силу земли Израиля и научил своих учеников есть плоды в саду Генасар возле озера Кенерет, так, чтобы они влияли на внутренний мир человека, как ман в пустыне. Так Раби Абхаву, один из его учеников, учеников Раби Ханана, ел плоды до тех пор, пока муха не подскальдывалась у него на лбу. Иными словами, дурное желание муха переставала властвовать над ним. А когда плоды ели Раби Ами и Раби Аси, кстати говоря, тоже учившиеся в Бавиле и пришедшие к Раби Ханану, у них начинали выпадать волосы. А как легко догадаться, в действительности волосы не выпадали. И речь идет о том, что они достигали глубокого понимания Торы, когда ничего не оставалось вне головы. Голова волосы это как бы образ, образно говоря, особенно в этой агоде, это то, что как бы, если так можно сказать, не помещается в голове. Так вот, их возможности воспринимать Тору здесь образно представлены, как то, что у них выпадали волосы, то есть или скажем, все мысли, все знания и все понятия уменьшались у них, уменьшались у них в голове. Особое внимание заслуживает, так что мы видим, сейчас мы, я хотел сказать, что особое внимание заслуживает Реш-Лакиш и отношения Рабио-Ханана с ним, но давайте еще немножко Рабио-Ханане, так что мы представляем себе Рабио-Ханана, это человек, который ощущает землю Израиля, ее духовность и его Тора, если так можно сказать, опирается на это ощущение. Сам про себя Рабио-Ханан говорил, что я остаток я остаток красоты Иерусалайма. Представляем себе много горечи, которое вложено в это высказание, потому что в его время Иерусалайм разрушен, храма нет и по-прежнему продолжает стоять капище Юпитера Капитолийского на храмовой горе. Рабио-Ханан говорит, я сохранил ощущение красоты красоты храма. Я вобрал его в себя и ношу его в себе. Я остаток красоты красоты Иерусалайма. И говорят, что Рабио-Ханан обладал внутренним светом и также рассказывается в трактате Брахот, и когда он поднимал рукав, то от его руки исходил свет, который излечал больного. Безусловно, все это следует воспринимать образно и представить себе, что рассказ идет о том, что человек живет в земле Израиля, продолжает ощущать ее святость, даже в то время, когда властвуют римляне, когда условия проживания в земле Израиля тяжелые. он продолжает ощущать эту красоту и это ощущение дает ему силы для изучения Торы и не только для собственного изучения Торы, но и для влияния на своих учеников он может передать вот это ощущение, может передать его другим. Между совершенно ничего подобного нету у Рава и нету у Шмуэля. Разговор между Равом и Шмуэлем идет о природе человека, о дурном желании, о том, как с чем связано дурное желание с сердцем человека или с мыслями человека. Идет разговор о том, как должно произойти будущее освобождение. Оно произойдет, когда сыновья Израиля раскаются, по мнению Рава или по мнению Шмуэля, когда просто страдание, пребывание в изгнании и скупит страдание, и скупит прошлые грехи. Может быть, сейчас мы к этому еще постараемся вернуться. Мы видим, что это как бы тот круг вопросов, который обсуждается. То есть, для Рави и Ханана это святые земли, для Рав и Шмуэля это природа природа человека, дурное начало, будущее освобождение, но будущее освобождение как бы не чувствуется, чтобы оно вот так вот горело, как бы была тема, которая вот как бы так вот горит прямо у Рава и Шмуэля. Рави Ханан и Реш Лакиш это как бы интересная пара, о которой можно долго рассказывать. Реш Лакиш преданный ученик Рави Ханана рассказывается в трактате Баба Митси рассказывается о том, что однажды Реш Лакиш плыл в Яордане. Плыл он там действительно или не плыл это не так важно. Опять же у Агады есть свои образы. Вот он где-то на границе между землей Израиля и той землей, которая за пределами земли Израиля. Про Реш Лакиш это все как бы все, что рассказывается про него остается на уровне такой загадки, пока она вдруг не раскрывается и мы попробуем его сейчас с вами раскрыть. Рассказывается про Реш Лакиш что он продал себя в гладиаторы. По всей видимости не те гладиаторы, которые убивают друг друга на арене, а те, кто борцы, которые борются, может быть, дерутся. И таким образом непонятно, не говорится, что ему нужно было зарабатывать на жизнь, совершенно непонятно, зачем он это сделал. Когда Рабио Ханан его встретил вот так вот, когда он плыл в Иордане, то он ему сказал, что с такой силой хорошо учить Тору, как рассказывается опять же в трактате Бава Мецы. И он предложил Реш Лакишу, сказал, что я отдам за тебя свою сестру, которая так же красива, как я, но только при условии, что ты будешь учить Тору. Реш Лакиш согласился, Реш Лакиш согласился и стал преданным учеником Рабио Ханана. Но вот, посмотрите, что рассказывается в той же Агаде в трактате Брахот, которую мы с вами посмотрели про учеников, про учеников Рабио Ханана, да, вот, что рассказывается про Реш Лакиша. Сейчас я, и вот здесь говорится, да, вот Раби, Раби Ами и Раби Аси у них выпадали волосы у Раби Абагу, муха подсказывалась на лбу, а Реш Лакиш, Реш Лакиш ел, пока в нем не просыпался бунтарский дух. Видимо, на каждого по-своему влияли плоды земли Израиля, придавали, раскрывали те силы, которые были у него изначально в душе. Тогда жаловался на него Рабио Ханан, мудрецам, Санедрина, и приходили, присылали от Раби Уда Анасия, как мы с вами представляем себе, и связывали Реш Лакиша и призывали его к порядку. Отсюда мы можем представить себе и характер Реш Лакиша, и его идеи. Реш Лакиш был большим мудрецом еще до того, как его встретил до того, как его встретил Рабио Ханан. И Реш Лакиш был, пожалуй, единственным из своего поколения, который хранил мечту о том, что когда-нибудь в недалеком будущем можно будет освободить землю Израиля вооруженной борьбой. после смерти Марка Аврелия Римская империя утрачивает стабильность, и императоры меняются очень быстро. После убийства Каракалы в 217 году это как раз это время Рабио Ханана Реш Лакиша уже Римская империя утрачивает полностью свою стабильность. То есть императоры правят по году, по два года правят императоры. Реш Лакиш ощущая это время, этот момент, он готов к тому, чтобы вернуть мечту борьбы за независимость. Однако, как мы видим, он в одиночестве среди мудрецов, и каждый раз, когда он пытается проявлять свой бунтарский дух, то на него влияют со стороны авторитета. Рабио Даанасия присылает своих людей, и Реш Лакиша усмиряют. Очень печальный конец истории отношений Рабио Ханана и Реш Лакиша. Однажды между ними возник спор такого характера, с какого момента железный предмет, железный инструмент принимает ритуальную нечистоту. Дело в том, что предмет, пока он не готов, он не может быть ритуально нечистым. Не считается вообще предметом, как бы пригодным для использования, как камень, там, скажем, не принимает ритуальной нечистоты, так и недоделанный предмет, недоделанные орудия, незавершенное, оно не принимает ритуальной нечистоты. Рабио Ханан сказал, что орудие начинает принимать ритуальную нечистоту с того момента, как его выковали, а после того, как оно как кузнец закончил свою работу, ударил последний раз по нему, вот с этого момента и готовый предмет. Рэш Лакиш сказал, что только с того момента, когда закалили этот инструмент, то есть опустили его, опустили его в холодную воду. Как видим, значит, этот момент закалки, он был на самом деле известен давно в древнем мире, но это неважно, как говоришь, Лакиш говорит только с того момента, когда его закалили. Рабио Ханан слушал его и сказал ему так, разбойник ты был и разбойником остался. На что ему Рэш Лакиш сказал, а что ты мне дал? Я когда был среди разбойников, меня называли Раби, и здесь меня называют Раби, так что я выиграл, когда я пришел к тебе, меня и среди разбойников называли Раби. Это был конфликт, когда они разошлись, Гемара говорит о том, что Рэш Лакиш от огорчения умер, умер ли он действительно или нет, как всегда, это непонятно из-за годы, но понятно, что отношения между ними сильно испортились. Теперь, в чем принципиальность этого вопроса? Как нам понять эту Агаду? Как нам понять реакцию Раби Ханана? Понятное дело, да, понятное дело, что когда шел спор о том, когда предмет оказывается законченным, Раби Ханан больше представлял себе орудие труда, железную, медную лопату, еще какой-нибудь инструмент. Рэш Лакиш представлял себе кинжал, меч, которыми он не собирался пользоваться, пока они не пройдут пока сталь, не сталь, там железо, скажем, не пройдет процесс закалки. И отсюда мы видим как бы направленность мысли Рэш Лакиша, который Раби Ханан распознал и который он совершенно не принял. Рэш Лакиш и в это время, в тяжелое и трудное время, когда нету никаких сил для восстания, он продолжает думать о вооруженной борьбе, в то время как для Раби Ханана это совершенно неприемлемо. Задача Раби Ханана это пронести ощущение святости земли Израиля и передать его своим ученикам до тех пор пока придет Машиах. И поэтому скажем Рэш Лакиш с его подходом и из которого и вытекает и галактический подход он совершенно неприемлем для Раби Ханана это приводит к ссоре между ними. Здесь можно заметить что само вот это понятие ожидания Машиаха в таком виде как мы можем представить его себе оно возникает именно в это время. Мы помним что Раби Иуда Леви он скажем первый кто первый кто говорит о приходе Машиаха он приходит к пещере где где Раби Шимон учится со своим сыном и спрашивает когда придет Машиах его вопрос понятен потому что условий для борьбы с римской администрацией нет никаких а с точки зрения Раби Иуда Раби Яшуа Бен Леви и невозможно жить в этих условиях изгнания значит что-то изгнание давления римской администрации значит что-то должно произойти Всевышний должен спасти он должен прислать спасителя вот первый раз мы видим появляется это понятие понятие Машиаха оно переходит и в поколение Раби Ханана Раби Ханана и мудрецы обсуждают обсуждают его давайте мы с вами попробуем соприкоснуться с тем как мудрецы видели с тем как мудрецы видели представляли себе Машиаха приход Машиаха секунду именно в этом поколении вот мы с вами видим в трактате Сан-Ядрин нам говорится что один из мудрецов тоже этого поколения Ула он говорит так пусть придет пусть придет имеется ввиду Машиах но я его не увижу да и так же сказал и так же сказал и раба пусть придет и я его не увижу раб Юсеф сказал пусть придет и я удостоюсь сидеть в тени от навоза его осла да и дальше приводится разговор между между рабью Хананом и да и так же и так сказал рабью Ханан пусть придет но пусть я не увижу сказал ему рэш такиш да почему ты так говоришь да вот почему ты так говоришь и здесь он приводит свои аргументы как бы в пользу тому что не стоит так не стоит так говорить то есть мы видим что есть идея прихода Машиаха она воспринимается если можно сказать так очень тяжело не просто вот у нас есть рабью Ханан который живет в земле Израиля да и он говорит пусть придет но пусть я его не увижу и говорит пусть я это не увижу и говорит раб Юсеф пусть придет вот он раб Юсеф который живет в Бавеле да говорит пусть придет и я готов сидеть в тени от навоза его осла да вот понятно скажем можно представить себе о чем они говорят раб Юханан он считает что скажем да приход Машиеха изменение ситуации в тех условиях которые существуют оно оно невозможно или займет еще очень-очень много времени наша задача это сохранить живое ощущение земли Израиля передать его следующему поколению чтобы оно не пропало это самое главное но если рассчитывать о коренных изменениях о приходе Машиеха то раб Юхана нам говорит так все что все что может произойти это все что может произойти это приведет к разочарованию пусть придет я не против что он пришел но я но я не хотел бы это увидеть потому что то вы говорите о приходе Машиеха а я говорю вам о целом ряде проблем которые которые возникнут если сейчас в данный момент начнутся принципиальные преобразования да вот допустим римская империя рухнет сейчас да и начнутся процессы как бы возвращения в землю Израиля возрождение они будут настолько тяжелые что я бы не хотел их что я бы не хотел их увидеть более того это растянется на много 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 лет на много лет и процесс будет очень длитный и очень болезнный на что говорит ему Раф Юсеф пусть придет и я готов сидеть в тени в тени навоза его осла когда скажем образуется когда образуется гора да из навоза когда осел стоит на месте и Раф Юсеф говорит ты боишься что приход Машеха это будет процесс длительный со многими остановками со многими со многими разочарованиями настолько трудный процесс что ты говоришь что я предпочитаю я предпочитаю это не видеть у меня другая задача у меня сохранить задача сохранить живое ощущение земли и передать его следующим поколениям я бы не хотел вот видеть этот длительный и длительный процесс прихода Машеха Раф Юсеф говорит только бы началось только бы началось я готов даже если процесс Машеха начнется и он остановится и это ужасно это больно это это тревожно я все равно готов да сидеть в тени в тени навоза его в тени навоза его осла вот мы представляем себе такую картину что осел как мы понимаем это речь идет как всегда не у реальным животным как мы представляем себе из книги с Харья это идет разговор о том что все происходит не чудесным материальным путем когда чудо остается скрытым когда чудо остается невидимым и вот начинаются эти процессы собирания рассеянных освобождения и вдруг это все затормозилось и надежда пропадает и непонятно будет ли продолжение ничего говорит Раф Юсеф я готов только бы увидеть начало этого процесса это даст мне придаст мне жизненные придаст мне жизненные силы и вот мы представляем себе скажем да вот этот круг проблем которые кроме галактических проблем мы представляем себе круг проблем как сказать идеологических если так можно сказать да это разговор о проживании в земле Израиля да это разговор об том что Всевышний должен прекратить это изгнание да и скажем надежда раби Яшуа в Эн-Леви что это должно обязательно произойти и скажем да несколько другой подход раби Ханана который не не видит как это произойдет в данный момент рассчитывает только на будущие поколения и считает совершенно необходимым просто да передать ощущение земли Израиля будущим поколениям без этого не будет ни Торы не не будет никакого сохранения традиции да и видим Раф Юсефа который говорит что только бы только бы увидеть начало процесса начало освобождения пусть оно будет длительное пусть оно будет связано со многими трудностями да теперь вот хотелось бы конечно вернуться к Раву и Шмоле но еще еще одна секунда вот здесь у нас с вами есть Раби Зейра которого я не пометил по русским не сделал по русски не пометил не перевел как бы его имя на русский сделаю это в дальнейшем есть у нас Раби Абау который живет в Кейсарии да он не случайно выбрал Кейсарию римскую столицу он старается поддерживать отношения с римлянами главное он старается помогать тем евреям которые оказались в плену на положении пленных и в его время не это еще не то время когда освободили всех рабов которые попали в плен после восстания Бар-Кохбы люди продолжают находиться в плену да и говорится про Раби Абау что когда он проходил по Кейсарии то его хвалили все зонот как бы сказать все развратные все развратные женщины обращались к нему хвалили его говорили да хвалили его праведность да можем представить себе да что эта ситуация она совсем совсем не смешная потому что эти развратные женщины эти развратные женщины они совсем не развратные женщины это еврейские женщины которые проданы в рабство которые загнаны в дома разврата которых построено множество которых построено в Кейсарии Раби Абау старается всех поддержать старается для всех найти утешение а главное старается найти для всех либо путь возвращения к Торе и высокой духовности, либо хотя бы надежду на такое возвращение. Между ним и Рабью Хананом есть известный спор. Рабью Ханан говорит, что все блага, о которых говорят пророки, это для обычных людей. А вот те блага, о которых говорится, и те блага, о которых должны получить праведники в будущем, это никто даже не видел. На что ему Раби Абаву отвечает, что известная фраза может быть для многих. Вот Раби Абаву может представить сейчас эту всю ситуацию. Он говорит ему, что на месте, где стоит Баальчува, на месте, где стоит раскаившийся, не может стоять полный праведник. Рабью Ханан – это образ праведника, человека, который от своих малых лет не совершал никаких грехов. И действительно можно представить себе, он живет с постоянным ощущением божественного присутствия, святости земли Израиля. Это действительно такой статус праведника. И он представляет себе, он и знает свой уровень, и представляет других праведников, и говорит, что праведность – это великая вещь. Когда человек не оступался, когда он ничего не делал плохого, его душа находится в чистоте, она ничем не загрязнена. И это великое состояние, которое позволяет человеку подняться максимально высоко в духовном мире, когда душа его уходит в другой мир. А рабе Аббаву на это замечает, как бы, да, ему говорит, ты праведник, и ты не представляешь себе людей, которые оказались в тяжелом положении. И которые, да, вот хотя бы тех людей, которые были проданы в рабство в римлянам, и которые не могли соблюдать закон Торы. А может быть, кого-то из них и отпустили, но его, скажем, да, его состояние, его душевное состояние было таким, что он и сам уже, оказавшись на свободе, не соблюдал закон Торы. И только потом, как бы, раскаившись и придя в себя, вернувшись в себе, он начал соблюдать законы Торы. Или представь себе женщину, которую бросили вот так вот в дом разврата римляне, и удалось оттуда вырваться, и может ли она вернуться к праведности. Я тебе говорю, Раби Хана, ты даже не представляешь, на какой огромной духовной высоте стоят эти люди, которые смогли после такого падения подняться. Там, где стоит, там, где стоит Бальчува, там, где стоит раскаившийся, на том месте праведник, даже полный праведник не может стоять. Он, да, как бы, такой спор, который мы можем представить себе, да, который мы можем представить себе между Раби Хананом и Раби Абабу. И можем представить себе, что во время Раби Ханана уже в земле Израиля есть христианские паломники. С того момента, когда империя раскололась на западную и восточную, на западную и восточную империи, и царица Елена, которая приняла христианство, царица, скажем, да, восточной империи, она приехала в землю Израиля для того, чтобы найти святые по ее представлению места, и построила церкви, и с этого момента начинается заполонение такой земли Израиля христианами. И в 395 году начинается власть Византии, уже как бы стабильная, и здесь происходит завершение, завершение Иерусалимского Талмуда, потому что дальнейшая работа оказывается над Иерусалимским Талмудом, центром которой был Раби Ханан, она оказывается невозможной. Вот вернемся на минуту, как бы немножко вернемся к Рабу и Шмуиле, и два слова о Шмуиле. Рабу, или, давайте начнем с Раба, Раб учился у Раби Иуда Анаси и просил, чтобы тот ему дал право быть Рабом, то есть дал смеху, но Раби Иуда Анаси, в общем-то, не дал ему такого права, потому что он боялся, что центр Торы сместится в Бавель, сместится в Вавилон, и земля Израиля в плане Торы окажется на втором месте, и поэтому он дал ограниченные права Раву. И Раб пришел в Бавеле, и здесь в Бавеле он встретился со Шмуэлем. Шмуэля, уроженец Бавеля, выросший на Ардее, он тоже приходил учиться к Рабе Иуда Анаси, но не на долгое время, Шмуэля называли Шмуэля Ерхинаи, Шмуэль, который, Шмуэль Ерхинаи, как это можно сказать по-русски, Шмуэль специалист по Луне. Про него говорили, что он знает улицы на Ардее точно так же, как и пути светил на небе, или, наоборот, пути светил на небе, так же, как и улицы на Ардее. Шмуэль был и врачом, он и помогал Рабе Иуда Анаси, вылечить ему глаза, и помогал Раву, когда тот болел в Бавеле. И для того, чтобы еще представить себе круг вопросов, которым занимались Раб и Шмуэль и Рабе Иоханан, можно мысленно открыть 156-й лист трактата Шаббат. И здесь Рабе Иоханан говорит, у сыновей Израиля нету созвездия. И, как бы, и на этом ставит точку. Сыновья Израиля, их судьба не определяется звездами. Непонятно, определяют ли звезды судьбу других людей, но про сыновей Израиля нельзя говорить, вообще нельзя говорить, что их судьба определяется звездами. Раб и Шмуэль, в общем-то, придерживаются такого же мнения. Однако, мы видим с вами, что у них есть немного другой взгляд на вещи. Их взгляд на вещи, что созвездия, да, имеют свою силу и имеют свое влияние, но у сыновей Израиля, как бы, есть возможность вырваться из-под этого влияния. И мы здесь видим разницу Рабе Иоханана, который живет в земле Израиля, и который свободен от всех этих представлений и мнений, которые бытуют в Бабеле. Раб и Шмуэль живут в тех условиях, где распространена астрология, где не проходит и дня, чтобы не говорили о каких-то предсказаниях по звездам или каким-то еще образом. И они, как бы, вынуждены с этими мнениями соотноситься. Раб говорит, что у евреев нет созвездия в каком плане. Вот он приводит пример Авраама, когда Авраам говорит Всевышнему, что я видел по созвездиям, что у меня не может быть сыном. На что Всевышний сказал ему, посмотри, выйди из своих созвездий и посмотри, как бы, на звезды сверху. Ты видишь, что вот планета Цедик, Юпитер, она была на западе, а я переставил ее на восток. Вот таким образом у евреев нет созвездий. Шмуэль приводит в пример случай, когда он спорил с мудрецом-неевреем, которого называют Авлад. И вот они спорили, они сидели и увидели людей, которые идут рубить дрова или косить траву. И Авлад сказал, что вот он видит по этому человеку, что он пойдет и не вернется, потому что его укусит змей. Шмуэль ему сказал, что если это еврей, то он вернется. И вот они и идут обратно, возвращается этот человек. И Шмуэль вытряхивает его сумку и находит в этой сумке змея раздавленного, который он раздавил, когда он запихивал инструменты, свои инструменты запихивал в мешок. Он спрашивает его, скажи мне, что ты сделал? И этот человек, который оказался евреем, он рассказывает о своем хорошем поступке сегодня, совершенно небольшом. На что Шмуэль говорит, что что доброе дело, оно спасет, оно всегда спасет от смерти. Морал объясняет разницу между Равом и Шмуэлем. Он говорит, что Рав считает, что для всего народа нету созвездий. То есть в том смысле, что если человек соединен со своим народом, что он соединен с такими же праведниками, как Ивраам, привязан к ним, то тогда все неприятности, которые ему предназначены в жизни, он их избежит. Шмуэль считает, что независимость от судьбы, от созвездий, она есть у любого человека, ее как бы надо задействовать, у любого еврея только ее надо задействовать, включить, как бы, да, если и она задействуется, если человек делает даже небольшое хорошее дело, да. И вот мы видим с вами Равил Ханан, который вообще просто отбрасывает, не занимается этими вопросами. Он говорит, что на Израиле нет созвездия. И Рав и Шмуэль, которые обязаны, поскольку они живут в таком, в окружении, в Бавеле, среди астрологов, обязаны, как бы, или считают себя обязанными, построить некоторую теорию, каким образом сыновья Израиля находятся выше созвездий. А им просто не могут сказать, что вообще не нужно верить в созвездия. Они говорят, что у человека есть судьба, безусловно, но все неприятности можно избежать для Рава, будучи привязанным к праведникам, таким, как Авраам, для Шмуэля, даже сделав небольшое хорошее дело. Ну, я вижу, что давайте мы с вами остановимся. Я готов выслушать ваши вопросы, выслушать, постараться ответить, потому что я вижу, что все-таки нам в следующий раз придется, наверное, закончить эту схему, продвинуться немножко дальше, чем Рафа и Шмуэ или Раби Юханан, о которых мы сегодня решили, о которых мы сегодня говорили в основном, чуть-чуть завершить эту схему, чтобы не комкать все сегодня, не торопиться. Пожалуйста, если хочется спросить, я готов. Да, правда, я расшифровалю несколько аллегорий про волосы и прочее. Насколько их можно применять в других ситуациях? Или это все очень зависит от ситуации? Еще раз, еще раз. Во-первых, немножко звук плывет. Ну, ладно, хорошо, я прислушаюсь. Но вопрос повторите, пожалуйста, еще раз. А, извиняюсь. Вы расшифровали несколько аллегорий про волосы и прочее. Да. Насколько их можно применять в других ситуациях в этом же виде? Или они меняются в зависимости от ситуации? Насколько их можно применять? Насколько можно применять в других ситуациях? Насколько можно применять в других ситуациях? Я бы сказал, что, скажем, если мы возьмем образ мухи, то муха, она используется как образ дурного начала. Тот же раб говорит, что дурное начало – это муха, которая сидит между двумя половинами сердца. То есть муха – это образ дурного начала. Если мы возьмем с вами, как бы, волосы, да, как, грубо говоря, как продолжение мысли, да, тоже часто бывает, тоже часто бывает такой образ, да. Но, то есть я бы сказал, что это общее, но в каждом случае нужно думать отдельно. В каком смысле, как, каким образом, да. И муха – это дурное начало, и волосы – это как бы, как это сказать, да, что есть вот разделяют как бы свет внутренний, который человек может принять, который как бы он вмещает в себя. Есть человек, и есть свет окружающий, который человек не может принять, но, тем не менее, он с ним как-то соотносится. И вот волосы являются образом такого окружающего света, который больше, больше, чем возможности человека вместить в себя, в понять, как бы переварить, да. Вот в этом плане, как бы, эти образы, они постоянны. Но, опять же, для того, чтобы понять их как следует, нужно, я думаю, брать конкретные примеры. То есть каждый раз нужно думать заново все-таки. Хотя общая направленность, она, да, действительно такая. Вопрос можно развеять? По поводу вот споры Хананова и Раба-Абау. По поводу праведника и вернувшегося, скажем так, делавшего. Продолжение этого спора дальше следующих поколений. Это же спор такой, скажем так, принципиальный. Тот же спор, спор принципиальный. Но я думаю, что, я думаю, что он не имеет решения, и решение здесь не так важно. Важно то, что есть два взгляда на вещи. Есть преимущество у праведника, который никогда не совершал грехов. Есть преимущество у человека, который оступился и смог подняться. У праведника, потому что он никогда не сталкивался с грехом, и душа его не загрязнена. У человека, споткнувшегося, преимущество в том, что он проявил внутреннюю силу, проявил привязанность к, так сказать, к светлой стороне, к положительному. Смог это проявить в очень трудных условиях. У каждого и каждого из них есть свои преимущества. Раби Йоханан подчеркнул свою сторону, которая ему ближе и понятней. Раби Абаху подчеркнул свою сторону, ту сторону, которую он видел каждый день, из которой он встречался каждый день с пленными евреями, рабами, которые жили в Кейсарии, людьми, попавшими в тяжелейшие условия, особенно с женщинами, и старался их поддерживать. И мы представляем себе, скажем, позицию каждого и каждого из них. Вот такой же спор он и между Рэш-Лакишем и Раби Йохананом. Немного по-другому, на другом примере. Они спорят относительно, они спорят относительно Ноаха. Для Раби Йоханана Ноах не является полным праведником. Для Рэш-Лакиша Ноах является полным праведником. Раби Йоханан может сказать, как же он является полным праведником, когда он не смог повлиять, когда он не смог повлиять на свое поколение, или не приложил достаточно усилий, чтобы повлиять на свое поколение. Рэш-Лакиш может сказать, что он полный праведник, в том смысле, что он устоял против влияния своего поколения, когда он был один, единственный праведник, и человек, обладавший праведностью, единственный во всем поколении. Слава Богу, что он сохранил себя. Вот такой же мы видим, что похожий спор происходит здесь, несколько другая окраска о задачах праведника. Видим, что Раби Ханан видит задачу праведника, исправить ситуацию, повлиять, повлиять на все поколение, как он и старался сделать, передать своим ученикам не только знания, но и свое ощущение земли Израиля, свое ощущение красоты храма, считал это обязательным, необходимым, чтобы его ученики несли дальше, и в конечном итоге влияли на все поколение. Он считал, что иначе невозможно пройти и пережить изгнание, если не сохранить это чувство святого, чувство святости земли Израиля, чувство святости храма. А Рэш Лакиш видел по-другому, он как бы видел человека, видел его задачи, стоящие перед праведником, несколько уже. Если человек среди злодеев сумел сохранить себя, то почему же его не назвать уже праведником? Да, это вот спор между Рабью Хананом и Рэш Лакишем. Раши приводит это в главе новых, он приводит их спор изгемары. Имел ли он продолжение? Ну, не знаю, трудно мне сказать. В следующих поколениях имел ли он продолжение. Мне так трудно сразу сориентироваться. Насколько я сейчас вижу, нет. Вот как бы это, да, основной такой момент, когда возник этот спор, и здесь как бы определились в позиции. Результатом этого спора какая-то голоха была? Какая здесь может быть голоха? Главное увидеть вещи, понять их, и понять, что у человека, который смог выйти из трудной ситуации, в которую он попал по своей воле, не по своей воле, смог выйти из этой ситуации, у него есть огромная высота. Увидеть этот момент, это то, что самое главное. То, что у праведника есть большая высота, как бы это гораздо проще представить себе. А вот то, что есть такая высота у человека споткнувшегося, это гораздо труднее представить себе. И в этом споре это вскрылось. Голохи здесь не может быть как бы никакой, потому что это не такой момент, когда мы можем сказать, праведник выше того, кто споткнулся, или тот, кто споткнулся и поднялся, он выше того, кто выше праведника. Нету здесь решения. Есть только выявления и подчеркивания разных сторон. Вот Олег спрашивает, можно ли сказать, что противоречие между Рабью и Хананом с одной стороны и Шмуэлем и Равом, с другой есть матрица противоречия между современными религиозным сионизмом и голодным и иудаизмом? И голодным и иудаизмом. Я бы сказал, я бы сказал, то есть замечаю, как бы, я чувствую за этим такой наблюдательный взгляд, желание обобщить, да, но мне трудно, трудно здесь соотнестись, как бы, с такими понятиями, как религиозный, религиозный сионизм или голодный иудаизм, да, к сожалению, религиозный сионизм, он не ставит перед собой такой задачи, которую ставил Рабью и Ханан, почувствовать святой земли Израиля. Нету этого понимания и религиозного сионизма, что мы говорим о святости земли Израиля, о ее особенности, да, и этого понимания, да, что за этим стоят реалии, да, то есть за этим или должны стоять реалии, за этим должно стоять реальное ощущение особенностей земли, к сожалению, пока этого нету, да, вот религиозный сионизм говорит о возвращении на землю, и это, слава Богу, очень хорошо, замечательно, о том, что мы живем в новый период, собирание рассеянных, о том, что огромное преимущество наше и чудо в том, что у нас есть государство, и это тоже, и это тоже прекрасно, вот, но есть еще один момент, о котором говорил Раф Кук, говорил Раф Назира Куэн, да, и, может быть, еще кто-то, я сейчас мне сразу не удается припомнить, да, что с нашим возвращением на землю должно вернуться пророчество, и пророчество, как мы с вами говорили, это не предсказание, или не только предсказание будущего, предсказание будущего здесь совершенно не самое главное, пророчество – это другое видение мира, это другое мировосприятие, другое ощущение мира, и прежде всего, ощущение святости земли, ощущение того, что нам чего-то, и с этим ощущением должно прийти, то ощущение того, что нам чего-то не хватает, не хватает храма, который поднимет, раскроет новый уровень святости, новый уровень ощущения земли из ранней ее святости, да, вот этого, к сожалению, нам не хватает, и мы об этом не ведем даже разговоры, не ведем дискуссию, да, последний, на мой взгляд, смешной просто спор, связанный с глубоким недопониманием, вообще о чем идет речь, это спор о том, должно ли государство Израиль быть государством Галахи, или не должно быть государством Галахи, да, это уровень, как бы, разговора, спора, да, и совершенно, совершенно не присутствует, совершенно не присутствует здесь ни стремление к пророчеству, ни стремление к построению храма, да, что каждый понимает по государством Галахи, трудно себе, трудно представить себе, один вообще ничего не понимает, просто так сказал, другой понимает, что государство Галахи, это когда человека, который зажег спичку в субботу, его сразу казнят, да, а второй, может, который говорил о государстве Галахи, он думает, ну, наверное, действительно, это так нужно, зарушение субботы нужно казнить, да, все это смешно, просто, вот, но, но, самое главное, да, то, что разговора о реалии, духовной реалии, не, совершенно не ведется, да, вот, совершенно этого разговора нету, это то, что нам, нам очень сильно не хватает, да, вот, мне так представляется, да, вот, ну, спасибо, ели, что я 32%, Наталья, 19%, график, перец и так далее, и так далее, и так далее, вот, это, вот, я воспринимаю тут, как бы таблицу, как, как шутку, да, вот, спасибо большое, конечно. Почему шутку? Это, да, ну, хорошо-то, да, я не скопьем на перевес, я не скопьем на шутку, потому что религиозный сионизм сейчас реально, как политическая реальность, это очень неоднородная вещь, очень неоднородная. Хорошо, согласен, согласен, да, согласен. Ты не хочешь, что я хотел сказать, больше, как бы, ничего? Нет, нет, я, пожалуйста, все, все, пожалуйста, да, вот, все принимается с радостью, вот, но могу только повторить одно, то же самое, да, что, на мой взгляд, мы еще не подошли к пониманию тех огромных проблем, которые, которые стоят перед нами, тех огромных сущностей, с которыми мы имеем дело, которые называются святость земля Израиля, да, вот, мне кажется, что мы к пониманию этих моментов не подошли, да. поэтому я бы не стал здесь говорить, я бы не стал говорить о идеологическом расколе или расхождении между галутным сионизмом и, скажем, между галутной торой, там, скажем, галутным подходом и религиозным сионизмом. Значит, безусловно, есть у религиозного сионизма есть масса преимуществ и понимание времени, и понимание того, что все нужно делать своими руками и строить, и защищать страну, все это есть, да, есть духовный пласт, которого мы, к сожалению, еще не коснулись, на мой взгляд, да. Окей. Ну, если есть заняться политикой, то, конечно, это само по себе интересно, но, во-первых, я здесь не специалист, а, во-вторых, это, ну, точно выходит за рамки наших рамки наших занятий. И словом. Да, теперь, если есть что-то еще, если есть вопрос, пожалуйста, я готов попытаться ответить. Есть вопрос? Да, пожалуйста. По поводу Шимарбарека, Зогар, он возник уже после пещеры в формулированном виде. Хорошо. Давайте мы дадим возможность. Ефим, я сейчас постараюсь ответить, я постараюсь ответить, но вот давайте дадим возможность еще кому-то спросить. Спасибо большое. Да. Вопрос следующий. Мы говорим о достаточно неприятном окончании истории Рейш-Лакиша и Раби Йоханана. И очень странно, что люди такого уровня вообще переходят от спора к ссоре. То есть, каким образом можно понимать, что мудрецы, праведники выходят на уровень, когда есть конфликт, позволяет вредить общему делу. Ну, что я вам могу на это сказать? Я только... Единственное, что может быть, это... Единственное, что... Да? Что, может быть, не нужно... Можно, не нужно это... Но, скажем, давайте лучше скажем так, что у меня нет ответа на этот вопрос. Да? И, скажем... И я себе очень хорошо представляю, что могут быть принципиальные вопросы и принципиальные расхождения. И это, конечно, проблема, как это объяснить между людьми такого уровня. Но то, что хотелось бы понять, это понять суть их расхождения. Что суть их расхождения, она не в том... Суть их расхождения не в том, когда предмет принимает ритуальную нечистоту. Да? В конце концов, из-за этого никто бы не стал не стал вот так вот спорить, настаивать до конца на своем мнении, сердиться. То, что мне хотелось бы ухватить вместе с вами, просто ухватить, понять вместе с вами, хотя у меня нет ответа на ваш вопрос. Вот. То, что я хотелось бы ухватить вместе с вами, что галахические решения, за галахическими решениями мудрецов скрывается принципиальная позиция. И принципиальная позиция Реш-Лакиша, человека совершенно нетривиального, который хотел продолжать ту же самую линию, которую вел Раби Акива, только в условиях совершенно уже других, в условиях невероятных, когда восстание было крайне-крайне затруднено. Возможно, что он не собирался поднимать восстание сейчас. Но готовить это восстание, учиться военному делу, а не просто сидеть в Яшиве под, скажем, под покровительством римской власти, это противоречило, полностью противоречило знаниям, взглядам Раби Ханана. Взглядам Раби Ханана, который считал, что самое главное это не на данный момент это не стремление к физической свободе, а это сохранение духовности, причем на таком уровне, когда есть не только знание Торы, но есть и ощущение святости земли Израиля. И это необходимо передать в следующее поколение. То есть такой взгляд человека, который готов или, скажем, готовиться к борьбе, к реальной борьбе с римской властью, к освобождению земли Израиля, для Раби Ханана был неприемлем, принципиально был неприемлем. А тем более, что Решла Кишева был его учеником, который как бы на первый взгляд или на поверхности он согласился с его мнением. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, что безусловно, это два великих человека. Если между ними возник конфликт, то это не зря, с одной стороны. С другой стороны, может быть, как всегда, не следует Агаду понимать вот так вот прямо буквально, что Решла Киш пошел, Решла Киш после этого умер от огорчения, а потом Раби Ханан потерял рассудок и тоже умер. Возможно, что Агада здесь утрирует ситуацию, я специально не стал ее заострять, говорить о ней. Это единственное, что я могу сказать. Можно ли вообще из этого вывести, что в ссоре, в конфликте тоже есть позитив, расправедники, которые более широкое объединение мира, чем у нас, все равно идут конфликты в определенных условиях? Можно ли выучить, я просто несколько затруднительно слышать, можно ли выучить, что есть позитивные в конфликте? Это вы спрашиваете, да? Значит, я опять могу сказать, что трудно мне ответить на этот вопрос. Вот, есть ли позитив в конфликте? Та задача, которую я ставлю перед собой, это понять, о чем они говорили, о чем был их спор. Тогда ты немножко понимаешь их, тогда ты немножко понимаешь, что речь идет не о формальных расхождениях. Абсолютно уверен, что, скажем, из-за формальности, которые бы, как бы они не были важны, не возникло бы такого конфликта. Конфликт возникает из-за того, что эти формальности, они связаны с принципиальными позициями. И совершенно принципиальными позициями. И мы это видим каждый-каждый раз, видим это в каждом месте. И мне это кажется очень важным для понимания Талмуда, что за каждым расхождением стоит некоторая идея. И скажем, смешно было все-таки полагать, что конфликт возникает вот из-за таких моментов, если они являются формальными. Ну, немножко так, ну, немножко так, такой взгляд на вещи, такой взгляд на вещи, ну, какая разница, ты считаешь так, а я буду делать так. Давай, вот за этим стоят совершенно принципиальные вот такие вещи. Это единственное, что здесь я могу вытащить. Если что-то положительное, позитивное, трудно сказать. Окей. вот сейчас мы посмотрим чат, да. Розеев, можно назвать первоисточник «Глохи споре рождается истина». Где она впервые была сформулирована? В споре рождается истина, да. Мне трудно сказать, это не еврейское понятие, естественно. Это мне трудно сказать сейчас сразу и кто из философов это сказал. Вот, если кто-то в гугл сейчас посмотрит, будет очень хорошо. В споре рождается истина. Значит, понятие Талмуда, оно таково, да, истина не рождается в споре. Она на разные стороны истины, скажем, да, или полнота истины, она раскрывается в споре, она не рождается в споре. Истина, она есть истина, да, и есть, скажем, да, если у нас есть какой-то предмет, то на него можно посмотреть с одной стороны и посмотреть с другой стороны. И таким образом получается более полное представление о предмете. Но сам предмет, как он существовал, так он и существует, да, вот, и в таком же плане мне представляется, что и нужно, вот Сократ, спасибо, Гул говорит, что это сказал Сократ, что в споре рождается истина, очень похожа на него. Спасибо большое. Вот, да, а здесь я бы сказал, что в споре истина не рождается, да, есть истина, вот, нам ее трудно понять, особенно в ее полноте, поэтому разные грани, они вырисовываются в споре, и таким образом в споре истина раскрывается, они не рождаются, да, вот, мне кажется, этот момент очень принципиальный, да, вот, и тут Виталий спрашивает, да, сейчас мы по поводу, по поводу отпадения волос, вот мне Виталий попался на глаза его вопрос, что такое трепет, да, трепет можно понимать по-разному, да, трепет можно понимать по-разному, и как раз интересно было посмотреть отрывок из Зоора, где он разбирает, что есть три, как бы, вида трепета, да, два из них неистинные, и только один истинный, есть человек, который трепещет перед Всевышним, или боится Всевышнего, потому что он боится за своих детей, есть трепет, когда, скажем, чтобы они жили, были здоровы, есть трепет, когда Всевышний, когда человек боится Всевышнего, чтобы у него не было наказания в будущем мире, а чтобы его не наказывали в будущем мире, то есть он боится за то, что происходит с ним в этом мире, или с его детьми происходит в этом мире, или он боится наказания в будущем мире, Зоор говорит, что и то, и другое, это трепет, не истинный. Истинный трепет – это трепет перед Всевышним, потому что Он Творец и Он Велик. То есть трепет, как, скажем, если говорить о страхе, то это страх сделать что-то неправильно, сделать что-то не так и что-то испортить. Но, в принципе, Зоор берет еще как бы выше, поднимает планку еще выше. Он трепет для него, как он говорит, это начало, это ворота к вере. Ворота к вере. Как трепет может быть воротами к вере? Перед кем-то трепещет человек. Понятно, о чем он говорит. Он говорит об ощущении Божественного присутствия, об ощущении Всевышнего в мире, которое, скажем, за ощущение, которое заложено в душе. Если это ощущение есть у человека, оно становится воротами к вере. То есть это первый шаг к вере. И когда Зоор говорит о трепете, он говорит о том ощущении, не о страхе, а о том ощущении, которое есть в душе человека, об ощущении Божественного присутствия, которое, как бы, Зоор называет трепетом. Так что можно посмотреть по-разному. Можно сказать, что трепет – это боязнь. Боязнь сделать что-то не так, чтобы не потерять этот мир или не потерять будущий мир. Или трепет – это боязнь сделать что-то неправильно, потому что Творец вот устроил мир определенным образом. И еще один момент, который, как бы, вплетен туда, скажем, в текст Зоора, в его посылку – это начало трепет, как начало всего – это ощущение Божественного присутствия. Вот. Теперь Виктория нам пишет, у меня отпадение волос плотно ассоциируется с избавлением от негативных внешних связей или факторов. Верно ли это? Может быть. Мне трудно сказать, скажем. В общем-то, отпадение волос, как бы, это не очень такой приятный образ, если его рассматривать как реалию. Да? Вот. Все-таки волосы как-то нужны человеку, так или иначе. Да? Вот. Но здесь, как бы, единственное, что я, опять же, могу вернуться к Агаде и сказать, что волосы, как бы. Я очень люблю эти коммунистические термины, но давайте, как бы, что уж делать, значит. Есть понятие, есть понятие ОРПНИМИИ, есть понятие ОРМАКИФ. Есть понятие внутреннего света, есть понятие окружающего света. Внутренний свет – это то, что душа человека может вместить, то, что она воспринимает. Он связан и с реальным ощущением человека, духовности, и с пониманием духовности, то есть, как бы, его внутренний мир – это внутренний свет человека. Есть свет окружающий, да? Это тот свет, который близок человеку, который, скажем, может быть его подсознанием. Тот свет, который человек не в состоянии принять в данный момент, он принят его постепенно в будущем. Образом этого света, как бы, каббалистическим образом являются волосы, да? То, что связано с головой, как бы, с его… с пониманием человека, но… однако остается все-таки за… за пределами головы. Это… это как бы тот образ, который здесь просматривается, да? Вот и… трудно в эти моменты углубляться, как бы, вот так вот просто напрямую, на одной ноге, поэтому я предложил бы, вот, как бы, все-таки на этом здесь остановиться и не развивать этот момент. Так. Спор как основа существования мира. История строится на спорах и конфликтах. Основная причина споров – необходимость конфликта как такового, так как мир создан как мир разделения идей. Вначале все было единым, все в нашем… все в нашем мире состоит из единства в противоположности, поэтому сказано, что мудрецы увеличивают мир в мире. Ну, как бы, тут можно согласиться, но я хочу все-таки вам напомнить то, с чего мы начинали, да? Что первый спор, первый спор между мудрецами, спор, скажем, Шамая и Леля, возникает… Возникает тогда необходимость посмотреть на вещи по-разному, возникает тогда, когда происходит разрушение. Разрушения храма еще нету, но разрушение страны, в смысле утраты власти, оно уже произошло, да? То есть, и, конечно, скажем, если даже есть какие-то споры, они совершенно иные, да? Когда… когда есть… 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 Как можно сказать? Вот можно попытаться представить таким образом. Маарал говорит о том, что… скажем, да… Маарал говорит о том, что духовность, она объединяет, а материальность, она разъединяет. Он связывает с этим и понятие сенатхинам беспричинной ненависти, которая возникает в народе по мере того, как шхина, божественное присутствие, отходит от народа. Даже если не оставляет его совсем, то по мере того, как она отходит, становится менее… менее ощутимой. Возникает противоречие. Противоречие такого плана, что Маарал сравнивает это с живым телом и мертвым телом. В живом теле все функционирует нормально. Мертвое тело, не дай Бог, человек умирает, оно начинает распадаться, разлагаться, его отдельные части, ничто не может соединить. Так же и в жизни, да? Вот высокая духовность, она объединяет ее отсутствие, ее, как бы, отход от материального мира приводит к разделению. В этом же плане, то же самое происходит и с Торой. Когда есть божественное присутствие, сильное божественное присутствие, когда есть пророчество, то если есть споры, они совершенно другого плана. Когда божественное присутствие начинает отходить, начинает оставлять народ, то и возникают споры, умножаются споры и противоположные точки зрения оказываются очень трудным совместить по сравнению с теми условиями, когда есть высокая духовность. То есть она сама по себе примеряет, совмещает и так далее. Что же первично, уход хины или сенат хинам? Что первично, уход хины или сенат хинам? Думаю, что трудно сказать, трудно сказать уход хины или сенат хинам. Я бы сказал, наверное, уход хины, а потом появление сенат хинам. Но уход хины тоже есть причина, она сама по себе не оставляет. Есть те преступления, есть та утрата духовного уровня, которая происходит в народе, из-за этого хина отдаляется. Потом доходит дело до сенат хинам. Вот как-то так. Окей. Мы с вами остановимся, наверное. Я попытаюсь закончить этот рассказ об амараях. Схему я вам, конечно, пришлю. Нам осталось немножко. Мы постараемся это закончить и пойдем с вами дальше. Ну, окей. Ладно. Хорошо. Я тогда прощаюсь со всеми и уже жду следующей встречи с вами.